Девушки отдыхают. Это водочка, да, Мишка, слава? Так, губастого, короче. С наступающимся, друзья. Привет, ребята. С Новым годом. Желаю вам счастья, любви, здоровья, семейного благополучия, денег. Да, это то, чего у нас нет с Мишей Терехиным. Чтоб наш президент не менялся в следующем году хотя бы опять. Хотя бы еще лет 20 не виделись. Я имею в виду внешний. Слушайте, ребят, это Михаил, это Рустан. И все, о чем вам интересно. И моя фанка. Да, ну конечно же, ребятки, мы поговорим о чем-то очень важном прямо сейчас. Сейчас я откидываю телефон. Важное, вот важное, посмотри, вот что у нас важное. Что там? Волосной полосин. Да что-то я вот тут целый день думал и теперь не спорю. По ком звонит колокол? Знаете, пока из самого актуального, это, конечно, если мы берем нашу тему домовскую, из которой... Миша, вот ты меня, конечно, посадил тоже. Давай меньше тебе вот так обзорчиков. Давай чуть-чуть твой одно... Все хотят на меня смотреть. Миша, так... Зато потом, когда будут просматривать, вот эти все будут на мне, а ты будешь с лицом таким... Точно? Ты будешь сказать мне, я сейчас в упак сидел. Да, зато потом будешь сидеть, а я буду в этих смсах. Правда? Охренеть. А можно без смс? Нет, смски нужны. Ребяточки, слушайте, знаете, что я хочу сказать? Во-первых, Глеб ушел с проекта, это действительно так. Сейчас мы быстренько, у нас эфир будет до 40 минут, 35 минут, ребят, самых свежих новостей. И нашего троллинга с Терехиным я вам обещаю. Глеб ушел? Глеб ушел с проекта. Или его ушли, скажем так, как ты считаешь? Я, конечно, знаю все, абсолютно все из первого... Но все говорить не будем. Есть цензура. Есть цензура, есть Роскомнадзор, который запрещает говорить все. Ребят, но я вчера виделся с Глебасиком, вы могли у меня в моем инстаграме солнцефростам нижнее подчеркивание видеть. Вы могли видеть нашу совместную фотографию. Мы видели вчера ранним утром, Глеб мне все рассказал, на самом деле. Ну, но самое главное, что он рассказал, он хотел вернуться к жене, а жена его на порог не пускает. Не пускает, не пускает. Он уже два дня бьется к Ольге, это правда, это правда. Где-то два часа назад я ему писал в WhatsApp, Глебушка, как дела, что ты делаешь? Он живет в гостишке на юго-западной. Ребята, никакой Ольге нет в фамилии, она действительно его посылает. Наша общая подруга Криска Дерябина мне вообще говорит, что не будет никакого воссоединения. Но мне почему-то кажется, что Ольга, она Глебу примет даже... Давайте, вот, может быть, у кого-то есть какой-нибудь уголочек, местечко, куда можно поселить Глеба. Лавочка, да, пишите мне, пишите Рустам, да, напишите мне в директ, напишите мне информацию, и Глеба обустроен. Предлагать Москву и Московскую область, сейчас на полном серьезе, ребят. Я, Глеба, сегодня звал к нам в прямой эфир, ребят, звал, я сказал, что наши зрители могут дать тебе совет, тебя может кто-то приклеить, какая-то девчонка с хорошими сисюлями, с отличным пирожком, понимаете? И будет Глеб вообще при ней, хотя бы пару недель, пока не надоест. Есть такая, пишите, ребята, пишите, потому что Глеб, и пишите даже те, кто согласен меня пригреть. Я тоже буду не против. Да, Мишка, он тоже совершенно не против, а там... Я зимой перзну, да. А там в добрые руки на ночь, но не больше, ребят, чтобы завтра утром вы уже этого палбесину выгнали, чтобы он уже мог мне отписаться к обеду, что он едет домой кушать, понимаете? Да, ну что-нибудь такое. Я сыпи должен ехать. Да подожди, Миша, стоп, ты ж рун тот еще, ты эту бабу объешь, так, что у нее ничего вообще не осталось. Я объешь, да. Это вообще, слушайте. Вот все, вот, ребята, что делать с этими проклятыми натуралами, я даже не знаю, понимаете? Ну так вот, ребят, любимые, пожалуйста, больше лайков, ребят. И я надеюсь, вы всем своим друзьям отписались, что мы сейчас в прямом эфире. Для того, чтобы вы у нас были, на вас было больше, больше и больше, для того, чтобы нас потом... Бубы, это твои, что ли? Он накачал, он говорит. Нет, конечно. Я качаю банки, а Руси качает бубы. Оно... Хрену бы я качал. Я считаю, что это все логично. Абсолютно. Скотина, Мишка знает, что ничего, все свое родное. Слушайте, это так он шутит. Ребяточки, слушайте еще вот что. Что я вам хотел сказать, дорогие, значит... Краснодар меня зовут. Да, да, кстати, да, вот туда его, подальше отсюда, от Москвы, в Краснодар. Но я сразу предупреждаю, что он жрет где-то 7-8 раз в день. Привет. Вот такими вот кучками, ребят. Поэтому вот вы когда зовете, вы реально оцениваете свои возможности. Кампей, ребята. Да, вот горизонт своих возможностей оцениваете, потому что это жерло, ребят, понимаете, да? Ненасытное. Посмотрите, он только что скомячил бургер. Скомяк. Вот такой, да. Который я хотел ему сейчас заказывать. Мол того, я ему салфеточки принял. Чтобы вот эта вот сытая морда еще и утерлась. Ну так вот, ребят. Кстати, вопрос. Как вам моя борода? Я решил в бороду отпустить. Быстро отпишитесь. Прямо там в 3 секунды. В Латвию ко мне в ресторан. Тебя в Латвии даже зовут Латвия. В Латвии. Любимая, любимая Латвия. Здравствуйте. Михаил Евгеньевич с бородой и с новой прической. Да. Ну так вот, ребяточки. Возвращаемся быстро к Глебу. Давайте вот тему... Мир. Вот тема с Глебом. Тема с Глебом она очень... Да, посерьезно, да. Тема с Глебом очень актуальна. Сейчас разговаривали. Максимка, 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 Максимка. Чуть-чуть музыку тише, можно? И кальян по мне хотели дать. И кальян Мишке пусть травится. Значит, ребят, еще... Дай я тебя перебью. Я помню тот момент. Это было года 3 или 4 назад. Когда Глебу также выгнали. Он такой подходит и говорит. Миша, я про е... Проект. Все. Меня предупреждал шеф-редактор. Предупреждал. Я все равно поехал. Я все равно нажрался. Меня выгнали. И что ты думаешь? По большому счету, иногда все, что не делается, все к лучшему. После того случая, он уехал там куда? В Корею или еще куда-то. Там нашел эту Олю. Они поженились. Родился ребенок у них. И они уже пришли как семья на проект. Может быть, сейчас... Пришла пора. Опять его выгнали для того, чтобы... Он воссоединился. Не воссоединился, а опять сделал что-то новое полезное. Новую семью и нового ребенка. Ну, это как вариант. Я считаю, что это лучше, чем сидеть там. И когда тебе говорят, Глеб, ты мне нравишься, но как друг. Я не могу на это, Русь. Я понимаю, что ты вот прямой, когда слышишь. Как это я привык? Я сейчас вот, Миш, не провоцируй меня, иначе я тебе расскажу все. Нет, я от меня их не люблю. Я же тебе всегда говорю, ты мне нравишься? Ну, как друг. Скотина. Это такая скотина, просто. Он никогда мне не говорит. Он мне одни гадости пишет с самого утра. Нет, ну... Вот хочу пожаловаться. Ксюша, Бородина, слышишь? Одни гадости. Ну, как ты с ним три года жила с этой твоей... Кому бы ты говорил, да? Она и так знает. Это точно. Слушайте... О, про Глеба я тебе хочу сказать, что... Меня вот это вот просто вдевает. Я не знаю, что делать. Когда вот подходит к чуваку, вроде он начинает там в движении, как начинает целоваться, и бабу вот так воротит. Ты мне нравишься... А ты можешь на мне сейчас показать? Я даже не могу, меня сразу воротит. Слушайте, Лебзя, смотрите, что я вам хочу рассказать. Опять же, Миш, я вчера разговаривал с Глебом. Причина проекта устал от Глеба, Глеб устал от проекта. Есть еще внутренние причины, о которых я вам сейчас говорить не буду, ребят. Потому что вернулся Кузин, все, есть уже кахматч в другой, есть у кого проблемы, есть кому дать жилье, есть кому о ком заботиться, все. Два таких человека на проекте не могут усталать. Но, ребят, дело в том, что Женька Кузин, он тоже подрос, и он уже не настолько... Миш, это я к тебе сейчас обращаюсь, к вам, ребята. Не настолько уже сильно такой хакматч, понимаешь, чтобы прямо хакмить. Он уже вкусил, так сказать. Он уже взрослый человек, он уже за 30 лет. Да, он взрослый, ему за 30 лет. Ребят, пожалуйста, ребят, кто там пишет, что мы два дебила, пожалуйста. Я уже прочел, и Миша прочел. Напишите, да. Я как не читал. А я прочел. И вот про то, что там два пидараса тоже, я лично уже прочел, ребят. Пишите новое, чтобы мы могли это зачитывать, ребят. Потому что больше я это читать не буду. И обращать внимание я тоже на это не буду. Вы же у нас умники, благоразумники. Вы самые лучшие, вы самые кайфовые. Поэтому приветики подписываю. Приветики. Вы самые крутые. Пишите что-нибудь крутое, ребят. Ну, пожалуйста. Я же вот с вами уже вот скоро 15 лет, как вот с Дома 2, я вот с вами. Понимаете, никуда от вас не удиваюсь. Постоянно. Я вас немножко воспитываю. Ты уже заслуженный какой-то. Я уже, да. У тебя статус заслуженный. Заслуженный, да. Уже заслуженный... Блядя этой страны, понимаете, ребят. Я вас очень прошу. Ну, будьте вот, 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 пожалуйста. Будьте, будьте хоть немножко затейливыми. Будьте крутыми. Чтоб я вот знал, за что я вас люблю, ребят. Вот. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Я не вижу лайков. Я вообще их не вижу. Вижу зелененькие и какие-то голубые. Я не вижу ваших розов. Голубые, да, я так понимаю, мишки Кирюхи. Ну, все. А мне зелененькие. Спасибо, Родова. Тебе розовые. Значит, смотрите, ребят. Смотрите, что еще. Глеб в самом деле ушел. Собрал чемодан и ушел. Прощания даже не было в ихне. Что мне вчера рассказал Глеб? Тут еще одна новость. Она касается Андрея Черкасова. Я не знаю, насколько Глеб сказал мне вчера правду или насколько я понял его правильно. Но дело в том, что после разговора с Андреем Черкасовым, который у него был тоже не далее, чем три дня назад, Андрей, в котором Андрей ему сказал, что Андрей нет. Нет? Нет. Я думал, да. Ну, он по крайней мере бий хотя. Нет, ребят. Я пошутил, кстати. Андрей. Андрю. Я знаю, что ВДВшник, а ВДВшники ВДВшники как ВДВили. Все, все. Дальше не продолжай. Значит, смотрите, ребят, что мне сказал Глеб про Андрея. Оказывается, Андрей тоже уходит с проекта. И он, и он, а я тебе сказал об этом человеке или нет? Забыл. Забыл сказать. Мне кажется, что это мне дорогу туда прям вот выстраивают. 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 Выстраивают, выстраивают. Прям туда вот налобное, чтобы ты зашел, ворота открылись, ты зашел и Ксюха тебя вординорил. Нормально, да? Да, это вот идем, да, нормальная работа. Работаем. Ребят, спасибо большое, что вы знаете. Итак, что Андрюха Черкасов тоже уходит. Он якобы приехал. Поздно ОРТ вести теперь программу «Время». Да, он будет на первом. ОРТ канала давно нет. Есть первый канал, и Андрюха Черкасов, говорят, на первом канале будет вести программу, которая называется «Первый анал». Ну, хорошо, бери. Тогда, если уже Терехин сходит с ума, то передача, которую будет вести Андрюха Черкасов на первом канале, будет называться «Ман Тайван». Слушайте, ребят, ну, про то, что Черкас действительно уходит, и он приезжал собирать вещи, об этом мне сказал Глеб. И сейчас я вам это рассказываю. Вот сейчас это полный эксклюзив. Вот вы узнаете полный, полнейший эксклюзив вообще. Посмотрите сейчас, на кого похож Терехин. Давай же он тебя пострём. Какой же он сексуальный. Давай же я пострём. А тобой я пострём. Давай звёзд, кому он тебя пострём. А давайте. Олесю Катерникову эту или как его? Как это? Подожди. Не будем. Олесе классно. Я вам расскажу историю. Руси сегодня впрёкся за Олесю Катерникову. Прёкся. Я написал какой-то пост. Я дал интервью, во-первых. Интервью дал, написал пост, что она говорит всё, что хочет. Это точно. И указал её в ссылке. Ну, отметил. И она ему послала в Директ сердечко. Олесе Катерникову прислала мне в Директ сердечко. А может это Евгений Катерников тебе прислал? В Директ. От её имени. А Борис Моисеев мне не прислал в Директ сердечко твоё? Ну, папку может, всё-таки. Слушайте, ребят, Максимка, ты так сильно не оголяйся передо мной. Потому что там, понимаешь, да, могут быть... Да, спасибо, родной. Спасибо. Слушайте, ребят, значит, кстати говоря, наш сегодняшний... Так, ты уже даже вот полэкрана, ты уже даже за пол этого экрана перевалил. А если вот длинное сообщение, ты будешь сюда вылезать. Это точно, да. Я вот главное, чтобы я вот сюда не влез, понимаете? Слушайте, ребят, значит, смотрите, что я вам хочу сказать. Это Бомонт Лаунж, господи. Бомонт Лаунж, Никольская, 25. Пять минут от Кремля. Какой, какой вот просто покажу. Вот это там детский мир у нас. Ну, вот там вот я бы показал бы ёлочка, которая главная практически стоит. Ёлка у нас в Колубянке. А вот детский из тот самый центральный магазин. А вот там вот большой театр, Zoom. Всё прям вот, всё под боком. Были бы бабки, как говорится. Бомонт Лаунж, ребят, Никольская, 25. Пятый этаж. Здесь всегда с бёрдами. Здесь постоянно Арсюха сидит. Сын Валерией. Маленький, такой хрупкий пианист. Хватит, ну ты вот, я понимаю, что ты его подлюбил. Ты вот большинство людей вообще на свете даже не представлять, кто не большинство, один ты только знаешь. Миша, у тебя опять садится телефон. Мне кажется. Ну, здесь зарядка есть. Здесь-то.